У мам много причин остаться без силы. Это дети, это работа, это бытовуха, которая ее окружает. Но зачастую причина, по которой мама остается без ресурсов, это она сама. И сегодня у нас в студии Олеся Новикова, автор проекта «Мамина школа» и эксперт по мамским ресурсам. Привет, Олеся! Привет, Олеся! Ну давай разберемся, куда же мамы сливают свои силы? В страхе они сливают свои силы, в страхе столкнуться с недовольством других людей. Вдруг кто-то скажет, что я эгоистка, или я плохая хозяйка, или я плохая мама. Плохая жена. Да, как еще там называют мам другими словами, чтобы они держались в тонусе, не расслаблялись. Еще есть страх отказывать, то есть любое «нет» сопровождается чувством вины и стыда. Ну а вот тут, а кстати, для чувства вины и стыда, для того, чтобы вот эти эмоции прожить, тоже нужно силы потратить довольно много. Но тут есть хорошая новость. Эти два чувства, стыд и вина, живут всего пару дней. То есть вы должны понимать, что даже если вы немножко вот это все переживете, но по крайней мере останетесь с тем, что вы смогли отстоять. Но если кому-то откажешь, чувствуешь же себя вот плохим человеком. Два дня эти же есть? Вот тогда запоминайте хорошее правило, что если есть у вас потребность сочувствовать, сопереживать, поддерживать, то делайте это. Но помогать вам не обязательно. То есть поддержали, но можете, не знаю, сказать «да, я с тобой», «да, я разделяю твои проблемы». Может быть, даже предложите человеку альтернативу, допустим, не своими действиями помочь, а дать ему контакты каких-то людей или какими-то связями поделиться. Или предложить… Или предложить, ну давай я сделаю, но только когда у меня будет время и силы. Или хорошо, давай я тебе помогу, но вот только вот маленькую часть твоей просьбы выполню, сделаю столько, сколько смогу. И вроде бы вы не отказали человеку, вы разделили его проблему, но тем не менее свои силы сохранили и вот не чувствуете себя ужасным эгоистом. Повернулись и хихикаете себе тихонечко. Хорошо, а есть еще такой момент, когда мамы пытаются все контролировать. Да. То есть они пытаются тому позвонить, проверить, как дела у всех, да и так далее. Ну вот эти мамы, да, которые все контролируют… Это все силы их забирают, потому что если человек все контролирует, это значит, он точно никому ничего не делегирует. Понимаете, да? То есть он уверен, что он знает, как лучше, что если он не будет контролировать, то все потом придется переделывать. И если он ничего не делегирует, ничего не доверяет, вы представляете, сколько ресурсов он на этот вечный контроль и себя и всех остальных тратит. Во-вторых, если такой человек поставил перед собой цель, чтобы все было идеально, вот можете сразу усмириться с тем, что цель – это утопично. Но если женщина к этой цели идет, вот быть идеальной мамой, чтобы все вокруг были идеальны, и все отглажено, и все супер приготовлено, и дети все беленькие, чистенькие там, и идеальные… И соседские тоже. И соседские в том числе, то это 100% приведет и к выгоранию, и к постоянным тревожным мыслям, когда она просто спать лечь не может, потому что она постоянно думает, так, а там ли все хорошо, там, а я проверила, а это я положила, а этого шапочку есть, а этого носовой платочек. Откуда силы? В постоянном напряжении мозга, конечно. А есть еще у многих мам такая потребность быть всем и везде всегда полезной. Да, и быть всегда полезной, и вот желательно, чтобы тебя еще после этого похвалили, какая ты хорошая, молодец, и чтобы мы без тебя делали. В принципе, в этом нет ничего хорошего, ничего плохого, просто проанализируйте, и если есть у вас в этом потребность, вот в этом признании, в этой похвале, такое может быть, это нормально. Просто тогда поставьте эту потребность в приоритете. Если вам это важно, тогда отправляйте свои силы и ресурсы только на те дела, где вы действительно получите вот это вот одобрение и похвалу, отдачу. А от тех людей, которые вам, в принципе, не способны вот это все дать, от них, во-первых, ничего не ждите, ну и для них уж прям так сильно не старайтесь. Все равно по головке они вас не погладят. То есть нужно быть немножко эгоистом, да? Почему нет, Жень? Или большим эгоистом. Почему нет, скажи. Нет, я говорю, нужно быть или не нужно. Знаешь, чем вообще отличается эгоизм, вот что в нем плохого? Эгоисты – это люди, которые других заставляют делать то, что ты хочешь. Ты же человек, который думает о себе и делаешь то, что хочешь ты, а не заставляешь всех остальных удовлетворять твои потребности. Все перекрутило, да? Да. Какие еще убеждения могут из мамы выкачивать силы, ресурсы? Вот мы обычно говорим про ограничивающие убеждения, а вот в нашем случае это вот такие вот, можно сказать, выматывающие убеждения. Когда мама вот что-то она планирует делать, и она это делает через надо, через вот нужно мне делать. Но вот когда ты вот с такими убеждениями идешь в какое-то дело, то твой организм, он всегда реагирует негативом. Даже вот можно провести эксперимент, вот когда мама говорит, мне нужно быть хорошей матерью. Ты вот скажи слово вот это, я должна быть хорошей матерью. Даже когда произносишь это вслух, вот какое-то вот прям внутри отторжение и даже какая-то агрессия. А если мы идем через, я хочу, мне нравится, у меня есть силы, я люблю это, у меня сейчас есть время, и поэтому я делаю. Вот когда ты идешь с таким настроем в дело, то у тебя вот самосострадание, самосочувствие включается, и на все тогда дела у тебя силы будут. Спасибо, Олеся, замечательные советы. Мамам на заметку, пользуйтесь эгоистичные вы наши. И пусть они действительно помогут мамам. Вот из-за тебя, Женя, вот из-за таких, как ты, осуждающих мам, вот эти мамы бедные, себя доводят до такого состояния. Найдите точки, откуда можно черпать ресурсы, и не выгорайте, да, потому что все-таки нам, мужьям, нужны мамы. Добрые и счастливые, конечно. Спасибо, Олеся, большое за эту беседу, и до новых встреч. До новых встреч. Ну, кстати, для многих источник наполнения это готовка, поэтому предлагаем прямо сейчас восстановить силы, а заодно приготовить вкусное блюдо к ужину. В нашей рубрике «Дело вкуса» сегодня мясной рулет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова